здравствуйте как продлить жизнь розам после того как вам подарили букет он простоял неделю начал пропадать и что с ним сделать можно укоренить розы розы очень красивые если хочется полюбоваться сейчас я вам покажу подробно как это сделать розы мои пробыли в воде поэтому они влажные для этого я постелю салфетку полотенца достаем их пакетом теперь мне нужно развернуть убираем салфан и собираемся к нашим розам посмотрим что можно сделать какая выживет какая нет конечно бывают розы которые прорастают почечки набухает в данном случае совсем чуть-чуть набухла почечка но она хочет жить часть от розы мы берем не с краю а посредине так как более вероятность того что серединка выживет конец тоже не берем так как он был в воде вот видите хорошо набрякла почечка эту часть возьмем нижний срез делаем на скосок здесь вот смотрите вот этого я ждала видите как хорошо пустился листочек значит берем три почки раз верхний срез делаем прямой два три можно четыре ну ладно три возьмем а нижний на скосок непосредственно вот почка и возле этой колючки эту колючку убираем она легко обламывается в этих местах где обломались получились ранки будет кулюс то есть еще берут надшкрябывают я не буду надшкрябывать так как я считаю что мы так этот листик вот так обрезаем и видите молоденький листочек пошел сейчас я посмотрю с чего еще можно взять здесь здесь наверное ничего не возьму растение подсохло видите повяло все с этого ничего не пойдет листья полностью подсохли ничего жизнеспособного нет это веточка не пойдет вот смотрим следующую веточку вот эта веточка пойдет видите зеленая появилась листиков нет будем выращивать без листиков что делать засохли все вот три почки смотрите берем наискосок нижнюю обрываем колючки и считаем раз два три и ровненько вот такая веточка получилось и следующую продолжаем нарезать черенки розы укореняются немножко туговато поэтому черенков нужно брать больше чем вы желаете получить экземплярчиков растений сколько потому что из этих веточек стопроцентного укоренения конечно не будет вот смотрите какая почечка хорошая набухшая под ней и возьму наискосок а здесь ровненько а с этими листочками поступим следующие здесь оставим вот такой вот слабенький листочек и верхушечку тоже немножко чтобы не уходила влага листья привяли конечно хороших листиков нет еще с одного вот этого растения я посмотрю но он не годится но полностью привяла видите веточка поморщинилась листья скручены никуда не годится все вроде бы это в воде было не годится это не годится вот с этой можно еще взять с этой веточки наискосок без листиков будем экспериментировать что делать все это все я убираю и покажу как я буду делать дальше вот такое количество черенков я отобрала теперь мне нужно снять вот эти чешуйки и колючки этот эту оставлю колючку нижнюю часть колючка они обрываются легко они вызревшие если они не вызревшие тогда они гнутся а в данном случае веточка больше шире карандаша и колючки вызрели а в земле они не нужны так как я буду укоренять земле потому что может занять так вот все веточки надо обработать это будет черная роза когда она вырастет будем ее вместе сажать да и надо обязательно не перепутать где вверх и низ потому что если посадить вверх ногами растение не приживет а это очень легко сделать так как в обрезанном состоянии непонятно где тут вверх где низ можно и так подумать и так нужно сразу ставить это веточка сухая сухая полностью поэтому я ее оборвать почка пошла пошла в рост я думаю этого будет достаточно отлично это не обрывается вот эти еще колючки обувьем а если все приживутся розы представляете какой будет розарий сколько будет растений конечно все и посажу если они все приживутся чего бы и нет очень красивая роза черного цвета пускай себе растет вот эти листья будут лишние нужно оставить только два листочка так как они будут очень тянуть влагу а здесь один если были листики было бы лучше а этот черенок будет длинноватый с него можно сделать два череночка вот смотрите одна две почки и здесь тоже наискосок снимаем колючки здесь три почки получилось одна две три и почки уже пошли в рост неплохие такие почки черенки готовы теперь берем по дно вот я взяла горшочек набрала огородной земли ее немножко нужно утрамбовать и пролью этот горшочек с землей вот вода и вот я взяла фитоспорин это чтобы не было грибковых заболеваний немножко добавлю это концентрированный раствор фитоспорина он в брикетах продается я его растворила концентрация такая увеличена и немного вот растворила водой и пролью сейчас пропитается теперь переходим к посадке немножко уплотним землю я взяла вилочку и начинаем сажать берем вилочку другой стороной делаем углубление и вставляем черенок для того чтобы не повредить вот эту почку можно было бы просто вставить ну чтобы не повредить почку нужно сделать углубление корневином я не пользуюсь и так хорошо укореняются черенки когда они укоренятся я сниму видео покажу продолжение как они будут себя чувствовать все черенки я сажаю в один горшочек чтобы не занимало много места когда они укоренятся я их затем рассажу это будет не сложно просто из горшочка из дна покажется что много корней из-под низу горшочки переверну горшок землей и все рассажу в отдельно стоящие стаканчики или весной в землю когда они укоренятся надо же посмотреть по времени сверху поливать я не буду так как фитоспорином мы пролили землю из горшочка появилась влага земля пролита хорошо теперь я возьму целлофановый пакет и обмотаю сделаю тепличку у меня пакет небольшой поэтому я буду обматывать сверху а если был побольше пакет можно весь горшочек погрузить и обмотать вот таким образом и резиночкой можно зафиксировать или ленточкой вот такой красивой от цветов делаем бантик соединим будет подарочный вариант вот таком красивом состоянии я поставлю свои розы на окошко и будем дожидаться когда покажутся почки как только покажутся какие-то сдвиги, движения росточки пойдут в рост я вам сниму видео все покажу через сколько времени получится сегодня 13 декабря от Андрея когда пойдут росточки я вам все покажу и расскажу спасибо за внимание до свидания оставайтесь вместе со мной на моем канале